В Ярославле состоялись публичные слушания по бюджету на будущий год и грядущую трехлетку. На встрече с общественностью глава города Владимир Слепцов рассказал о перспективах социально-экономического развития. В планах начать строительство Корабулинской развязки, отремонтировать Комсомольский мост через Котросль и достроить детсады. Наш корреспондент Нина Свечникова подробнее. 900 миллионов рублей потратят на капремонт домов, еще 150 миллионов на ремонт дворов. Большая часть этих средств поступит из вышестоящих бюджетов. При реализации многих проектов город рассчитывает на помощь региона и федерации. Сейчас сложилось конструктивное взаимодействие между различными уровнями власти, без чего невозможно движение вперед. При финансовой поддержке региона в Ярославле рассчитывают завершить строительство двух детских садов во Фрунзенском районе. В 2017 году будут привлечены кредитные средства из областного бюджета и строительство будет осуществляться двух детских садов на 125 мест каждый. Они расположены во Фрунзенском районе, это Чернопрудная улица и Академика Калмогорова. Кроме того, власти намерены шире привлекать средства инвесторов для возведения социальных объектов, особенно в районах новостроек. Значительные средства запланированы на поддержку спорта. Это и реконструкция двух стадионов, строительство площадок для сдачи ГТО, развитие так называемого дворового спорта. Введение специально созданной структуры дирекции спортивных сооружений будут переданы все спортплощадки. На их содержание в казне теперь предусмотрены средства. Основные статьи расходов на социальную сферу, образование, выплату зарплат бюджетникам. Несмотря на все сложности, власти рассчитывают выполнить все взятые на себя обязательства. Более 60% – это социальная сфера. Из 7 миллиардов расходной части, которую мы планируем на следующий год, 3,5 миллиарда рублей – это заработная плата. Это 22 тысячи работников нашей бюджетной сферы. Это содержание более 340 муниципальных учреждений. Ярославцы обратили внимание руководства города на нерешенные проблемы. Говорили о налоговых льготах для предприятий, необходимости обновления базы оздоровительных лагерей, о дорогах и светофорах и многом другом. Нужно усилить контроль за соблюдением технологического процесса при ремонте дорог. В будущем году доделают проспект Ленина и отремонтируют с десяток дорог в частном секторе. Запланировано строительство новых улиц Дядьковской, Лесково, Чернопрудные, на что город рассчитывает получить более 100 миллионов из областной казны.